Человек подобен дроби. Числитель – то, что он есть, знаменатель – то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Лев Толстой Так, ну чё, чай, кофе, вино, кино, домино? С чего начнём? За полушедливым приглашением улыбчивый хозяин ведёт гостей в дом. Усаживает за стол, а сам не садится. Заваривает в поисковую кружку крепкий чай под крепкий табак. Кормить Огихалов любит. Он 30 лет работал по вам. Работал я до армии на заводе 50 лет октября. Ну, быстро закончил школу, 8 классов. Мне очень хотелось устроиться на работу. Но, чтобы устроиться на работу, на кончик какое-то учреждение было. Я пошёл в 16-е ПТУ, следственный сборщик радиоаппаратуры. Не знаю, что это такое, но надо год отучиться. Ну, я там, не знаю, учился, не учился, но больше в лесу был. Потом я стал рабочим. Порушал нормальную зарплату, потому что там мы работали, и зарплата шла от того, сколько я сделаю. Рылюшек. Издельное? Да. И у меня была нормальная зарплата. Суббота, воскресенье у меня, пятница, были мясной бор. И это было вот три года до армии. В армию я пошёл 20 лет. В армию пошёл с мечтой, что вот отец пострелял со всего, а я вот с пушки не стрелял и в танки не сидел. И попадаю наводчиком танка Т-54Б. Сначала учебка, потом войска в Казахстане. И с этого танка я очень долго не вылазил. Ну, в итоге там меня деды поставили поваром на полигоне. А потом я с армии-то пришёл когда? Пришёл на завод. Мне девчонки говорят, зарплаты никакой, один план. Вали-то, говорит, отсюда. Я гляжу объявление. Требуются ученики повара. Трест общественного питания. Ну, пришёл в трест общественного питания. Меня направляют работать на Ломоносова, в 49-е столовое. Это тот редкий случай, когда человек с призванием определился ещё в отрочестве. А работу искал, чтобы не мешало этому призванию. Любовь к лесу, поисковому делу Саша Орлов унаследовал от отца, Николая Орлова, коменданта Долины Смерти. В 76-м, недалеко от Мясного Бора, там, в передний край, было очень много наших убитых. Вот, когда отец меня первый раз привёл, там место такое красивое, вот они лежали, там стеклянные фляги, винтовки, штыки примкнутые, патроны полные магазины у них. В американских ботинках многие, тогда удивился ещё, что это такое немецкие ботинки, да это американцы. Потом флягу приношу отец, а что это такое, банка какая-то стеклянная. Да это, говорит, какой-то идиот придумал солдату эту флягу стеклянную. И вот мы туда пришли, останки собирали, вот, я тогда вот был, вот, Ефимов Валя, Сашка Калинин, Мишин Сашка, там, ну, многие сокола вот эти вот первые вот. Вот, и мне, я маленький был там, мне это, ну, я уже лес-то как бы знал там всё это, но мне всё равно интересно было послушать, вот, отец у костра рассказывал, они там на гитаре играют, там у них палатки эти брезенты, как-то вот было это вот. И я вот, у меня вот восприятие вот это вот, осталось оно на многие годы, я их, вот, всех этих стариков, соколов, я уважаю очень. И вот у меня вот приятные эти ощущения, вот, костёр, разговоры, не то что сейчас, водка, политика, там, ну, на гитаре чего-нибудь с брянца, и всё, и понеслось про политику, там, про жизнь эти разговоры, пьяные разборки. У меня вот это вот, вот это как вот чёрное и белое, вот, как бы два вот эти вот, оно так и осталось в памяти, вот это всё, вот это я как бы видел, вот, настоящий пояс. Сегодня у него в гостях те самые старики-сокола, воспитанники и товарищи отца. Для них небольшая экскурсия в мастерскую за Гаут. Здесь поисковик Орлов этой зимой собирает пушки из железа, найденного в мясном бау. Это будущие экспонаты музеев, общественных и частных. Саша, а вот в собранном походном положении эти соберутся у тебя железячки? Да, они уже у меня защёлки, всё сделано, вот. Давай попробуем собрать, было положение. Транспорт, наверное. Сейчас надо чем-нибудь ударить. Так, а это так. Вот в таком виде. Поехали. А вот здесь у тебя балансирует настоящий или... Вот этот сорокопятки сделан, вот это вот, родной сорокопятки, это с каменной горки. Колёса-то были горелые, я их поставил на пушку, на Рафа-Минск отдал. Отдал, а ступицу забрал, а эту вот тоже, ну, самодельную делал. Ещё не доделал, но пока примерно. Вот это крутится. Да. И затвор работает. Вот сюда балансиры сделаю, чтобы вот этот щиток не мешался здесь. Это будет для себя, это мы в подберезе поставим там на базе. Эту и сорокопятку ещё сделаем. Вот этот вот станок пушки, вот этот, был с острова притащен. Он у северной дороги валялся, в долине смерти вот. Сам он был в узел завязанный, я маленько подреставрил, а потому что эту броню, сталь вот эту, её невозможно в домашних условиях вообще выпрямить. Реставрационное техническое творчество – это не только хобби, но и подработка к весенней вахте. Мы побывали на такой за замышьем. Погода, ливни и метели в перемешку. У лесной просеки реки база десятка отрядов. На краю в Жиже, на настилах скромные палатки группы Олова, а неподалёку база отряда жены Светланы Михайловны. Он занимается разведкой, а она с ребятами – подъёмом. Чтобы найти сто человек, не надо сто поисковиков. Надо одного-двух, желательно напарника рядом держать. Утром встали, я крепкого чая долбанул, чтоб проснуться. Там пряник в рот сунул, ещё все спят. Я взял щуп и ушёл. Пришёл часом к 12. Так, народ там, 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 там лежат убитые или в ямках, или верховые там. А народ делает что? Он ждёт ничего там. Варят, варят там. Они ждут Орлова с разведки, да, получается? Ну, пионерия. Куда она без меня в лес ходит? Я всё поняла. Пошли, они начали копать. Мы начинаем, вот я, Серёга Люца и Серёга Степанов. Мы начинаем кругом ещё круги наматывать. Находим ещё убитых, ещё убитых. А они их выкапывают. Приходим в лагерь, начинает там темнеть. Дежурные там что-то сварили. Я чайку глонул, корку в рот, щуп зубы, элюминик, фонарик на лоб и влез. Пришёл часом 12 в час в палатку нырк, беломоянув зубы и... Моду на поиск Александр Николаевич не принимает. Не может быть популярной эксгумация. Это неприемлемо. Вот съездят в лес, там, вот череп, допустим, там, раз череп, там, морду такую, щёлк, 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 щёлк. Там ещё что-то, там, цветочек к могиле, щёлк, 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 в интернет выкидывают. Скорбим. Ну, не смешно ли? Вторая картина. Мы в Москве недавно стоим, трассы выкопаны у нас. Вахта ещё, в принципе, началась. У нас где-то человек 60 уже выкопано. На поле там мешки стоят, часть разложена на баннерах, флаги там повешены. Там к знакомому приезжают москвичи. Едут в Любань к татарам на поисковую вахту. Я стою, курю там у кусточка. Они стоят у этих костей. Вася, а нахрен мы туда поедем-то? Давай здесь отфотографируем, здесь водочки с ним побухаем тут это. И нахрен нам туда ехать-то? Для отчёта у нас всё есть. Выбили там денег на благородное дело. А едут водочки попить. Вот и всё. И вот, ну, чего вот эта вся хрень бесит? Есть люди, для которых интересно просто прикоснуться к истории и увидеть, как это делается. Это же тоже можно понять, правильно ли? Это да, да. Притом некоторые приезжают просто посмотреть, даже о войне ничего не знают. Они с нами остаются, и они потом приезжают. Они могут не ходить в лес. Они занимаются, вот у Светланы Михайловны, они занимаются в музее, там, какими-то, ну, там, вечера разные. Какие-то, там, и конкурсы, и наглядные, там, что-то такое, вот, компьютерная работа, вот это. Они этим занимаются, увлечены, там, и экскурсоводами работают. Это не обязательно быть в лесу и копать что-то. Главное помнить, главное знать, вот это вот важно там. Не так, что вот перед кинокамерой, там, мы помним, мы гордимся, мы туда-сюда, а потом зайти за памятник и обгадить там. Однажды я взял в лес товарища, и он прихватил череп человеческий. Я говорю, куда ты его взял? Как? А его, знаешь, лаком покрыть, вот здесь вот отрезать, шкатулка. Ну, раньше показывали там этих вот, есть в фильмах, там открывается череп, там бриллианты лежат. Я с нее шкатулку сделаю. Я говорю, сейчас с твоей башки вот из этого карабина шкатулку сделаю. Я говорю, идиот, положи. Положил? Да, его пинками там. А некоторые брали, делали. Придурков-то оно всегда хватало же. Александр Николаевич не любит большие заседания, парадные торжества и речи с трибун. На все это ему жалко времени, которого и так не хватает. А главное, это лес, поиск и солдаты, которые 75 лет ждут похоронную команду. Ну, что, вот один вот здесь лежит, ногами отсюда и туда, второй вот там. Здесь один был вынесенный, там вот один был ложкой подписанной. То, что не сделали тогда, делаем мы сейчас. Ну, вот нам приходится не только, сначала это мы, как бы, цель была собрать всех непохороненных. А взять мясной бор, там в основном и лежат непохороненные, и лежат и похороненные. Они по воронкам, могилах, всякое разное. Но с мясного бора не вышли документы, не вынесли. И те, кто остались похоронены, они без вести пропавшие. И как впоследствии оказалось, это не только мясной бор, это вся территория, где проходили бои. Просто скидали в воронку, обелиск поставили. Даже вот, когда мы на трассе работали, прямо в лагере я нашел в воронку. 54 человека похоронены наши, это 305-я стрелковая дивизия. И потом мы в архиве нашли список. Они, оказывается, перезахоронены, самхоз «Красный ударник». А когда мы вскрыли, и там были медальоны, еще оказались там без вести пропавшие в этой яме. Так же и во многом. Вот лежат 20 человек, у кого-то нашли медальон, у кого-то не нашли медальон. Скидали в яму, да и все. Закопали там, ну, солдатики поставили там обелиск и пошли дальше. Тела сгнили, эта яма провалилась, обелиск сгнил, все. Многие кладбища, вот, большие захоронения наши, вот. Это вот здесь уже от шоссе в сторону Волхова. Ну, я, к примеру, говорю, там были большие кладбища. И вышел приказ в 60-х годах их всех, ну, уплотнить эти кладбища. Я просто еще в старые времена удивлялся, как можно на небольшом территории, ну, можно просто приехать на любое захоронение, там списки идут и написано, здесь же покоится 2000, там, тут на плите еще 1300. Думаю, как это в маленьком этой фигне закопать столько. Начал пробивать инструмент. Даже если это черепа и кости, да? Да, начал инструментом пробивать. Оказывается, земля-то не копалась никогда. Там где-то ямка, там ямка. А просто их таблички сняли, запахали в сельсовете, переписали их. Вот они, все, они перенесены. Александр Николаевич не ведет подсчет поднятых солдат и медальонов. Он не соревнуется с коллегами по поиску. Сколько бы ни сделал, этого недостаточно. Как ни странно, именно эта неутоленность и делает его по-настоящему счастливым. Потому что, ну, счастье, оно, ну, в чем заключается? Вот, пришел ты мокрый, с лесу там, идешь, дождь пошел там, сградаешься. Рядом ты весь промок там, все там, сжать, охота. Пришел в костер, раз, обсушился, высох. Все там, полбанки консервов съел, вот, и сел счастливый, закурил. Нашел медальон вот этот, душа поет, хочет всем рассказать там. Или документы вот эти нашел там. Или сделал что-то своими руками. Сделал, вот, ты получил от этого удовольствия. Оно тебе нафиг не надо, но ты получил от этого удовольствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова